Всем доброго времени суток! Сегодня небольшой обзор на вот такой вот Toolkit Набор пильных полотен для реноватора Для начала пару слов о том, что это Когда-то давно, когда я начал заниматься ремонтом в квартире у меня встал вопрос, чем распустить OSB плиты и там нужно было еще порезать некоторые другие деревяшки Делать это ножовкой было слишком долго электролобзика не было и купил я себе вот такой вот Прекрасный, на мой взгляд, инструмент Вибрационная машинка, реноватор, ритм BMP 450 Очень классный агрегат Довольно неплохо пилит Конечно, с электролобзиком поспорить по фигурной резке он не может, но тогда вам нужно просто по прямой распустить полотно OSB плиту или просто брусок перепилить Лучше него, я думаю, еще ничего не придумано Особенно для квартиры или для дома То есть, деревья им, конечно, не попилишь А вот такой небольшой материал супер Есть только одна проблема Набор инструментов для него сменные полотна У нас в строительных магазинах Это либо Девал, либо Дремель И стоят они каких-то, на мой взгляд, нереальных денег Поэтому решил взять попробовать вот такой вот набор из Китая Здесь должно быть 20 пильных полотен разного размера Вот два таких полутруга В принципе, на первый взгляд довольно неплохо Во всяком случае, руками не гнется Написано, что предназначено полотно для опилки дерева, пластика и мягкого металла Насколько я понимаю Здесь с каждого полотна по две штуки Вот таких вот два Опять же, предназначены для того, чтобы распиливать дерево и пластик С таким вот крупным зубом и небольшой линейкой Так, два круга Два таких Сейчас посмотрим, чем эти отличаются Особо ничем они не отличаются А, это я взял два одинаковых Вот это отличается более мелким зубом Хотя и то, и другое предназначено для дерева Ну, обычно вот такие с крупным зубом пилят более быстро но и с более рваным краем А вот такое мелкое пилит медленнее но дает более ровный распил Вот такой вариант полотна Соответственно, оно несколько уже Тоже по дереву Я не буду, наверное, все распаковывать Они примерно похожи Тоже вариант по дереву Различия в основном в размере зуба и разводки Есть еще Такие ровные пилы с вот таким вот большим зубом И Вот такие вот пильные полотна Мелкий зуб собраны из металлов двух видов Подписаны как биметал По идее ими уже можно пилить Ну, если вот этим вот кругом где написано софт метал то это в лучшем случае тонкий алюминий или там профиль для гипсокартона То вот этим, по идее уже можно попробовать пободаться скажем с медной трубой или с латунью или с гвоздями например Таких биметаллических полотен два такого размера Два такого размера Вернее здесь даже не два а три Я скажу их не по два а их по три скорее всего Да, вот три биметалла Три вот таких вот пилки с крупным зубом Три подбором Ну, вот это вот покрытие скорее всего после первого жереза сойдет на нет и останется обычный металл Хотя бывает, что оно и остается нормальным надо надо проверить посмотреть Вот так вот на данный момент у меня выглядит родное полотно которое когда-то я купил вместе со своим инструментом краска сошла зубья частично так сказать не пережили борьбу с по-моему это были латунные трубы но оно все еще работает и дерево пилит довольно-таки хорошо Давайте сейчас возьмем брусочек дерева поставим эти инструменты на реноватор и посмотрим как он будет вернее как они будут справляться с деревом хотя бы и возможно с алюминием начнем пожалуй с вот такого вот круглого крепление у диска универсальное так что подойдет к любому реноватору что фирменному что китайскому ну и пилить будем вот такой вот брусочек скорость поставлю где-то на тройку поехали ну и Субтитры создавал DimaTorzok На удивление даже краска особо не слезла, хотя и начала слезать Ну и естественно такая толщина бруска, она чрезмерная для этого полотна Так что попробуем поменять полотно и попилить чем-то другим Возьмем вот такое вот что-нибудь с крупным зубом Такое полотно с брусочком справилось гораздо быстрее Собственно именно таким наиболее удобно пилить такие бруски Поменял полотно на вот такое вот более широкое Взял досточку потоньше, но пошире это остатки от наличника Давайте посмотрим как она сможет ее отпилить Тоже все без проблем пилит Срез, ну не совсем ровный, но и зубья у полотна довольно-таки крупные Поставил биметаллическое полотно с мелким зубом Давайте попробуем им одну из интересных фишек реноватора Возможность пропилить материал без предварительного засверливания Возможность пропилить материал без предварительного засверливания Вышло не совсем аккуратно, но смысл, я думаю, понятен Это действительно та фишка, которую очень сильно рекламировали Тогда рассказывали в рекламных роликах про этот инструмент И если это делать более узким полотном, то можно действительно сделать довольно-таки аккуратный разрез Ну и раз уже поставил биметалл Есть у меня вот такой вот алюминиевый профиль Довольно-таки толстенький Порядка двух миллиметров Давайте попробуем его попилить Что из этого получится, возьмет ли полотно и выдержит ли оно Ну полотно с алюминием справилось И не знаю, видно вам или нет, с зубьями в принципе все нормально Так что как минимум алюминий Пилить этими полотнами вполне можно Итак, попробовал я поработать этими полотнами Что я должен сказать Очень неплохой результат Длинный зуб очень хорошо справляется с деревом Самое то, что нужно для того, чтобы пилить какие-то толстые бруски Или делать длинные распилы в том же ОСБ В деревоплите в какой-то или в чем-то похожем Полотна с мелким зубом пилят, конечно, гораздо медленнее, чем крупный зуб Но при этом делают это гораздо чище Биметалл хорошо справился с алюминием Достойно себя показал Зубья не слезались Так что можно будет попробовать его на чем-то более прочном Очень хорошо, что у полотен есть вот такой вот вырез при креплении Это позволяет быстро устанавливать их на инструмент и быстро менять Если у полотна вот такой вот вырез То достаточно сделать пару оборотов крепежной гайки Можно завести полотно и сразу же ее затягивать Есть полотна с вот таким вот креплением Здесь приходится полностью откручивать крепежный винт Устанавливать полотно Потом закручивать Процесс смены полотна растягивается на довольно длительный срок Кстати, вот это вот Образец, наверное, самого худшего полотна Которое мне попадалось в жизни Вот так вот выглядит его зуб После того, как я попытался попилить им алюминий По сравнению с этим Вот это вот просто бомба А цена у них Вот этого вот на Алиэкспресс И у этого в офлайн-магазине цена одинаковая Так что я лично выбираю вот такие полотна Возможно, они не намного лучше Но они однозначно лучше И за свои деньги, я думаю, послужат мне достойно На этом все Всем большое спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok